Налево пойдешь, ему поймаешь. Направо придется ров перескакивать, а прямо только на проходимом автомобиле. Улицы после дождя больше напоминают кладбище стройматериалов. Местные говорят, такое повторяется уж не первый год. Дома стоят на сопке, и когда вода начинает стремиться вниз, все труды водителя грейдера смываются вместе с песком и грязью к подножью. Бывает, заливает трамвайные пути. Здесь хожу вот по этой дороге. Вот в два дня уже за хлебом не могла сходить, потому что невозможно идти. Одни камни в моем возрасте это вообще. А как инвалиды у нас тут? Инвалиды живут, колясочники живут, матери с детьми. Как здесь выйдешь и куда пойдешь? А ходить приходится, потому что и магазины, и поликлиника, и школа. Все находится за рубежом этих выбоин. Кроме того, если дождь начинает разбег, то поплыть может не только грунт, но и некоторые дома. Нормальный водоотвод был, но тут уже вообще ничего не справилось. Вода вот пошла, получается, здесь, сюда пошла. Здесь маленько, типа грейдер прошел. Все это смыло, естественно, размыло, то, что камни остались в прошлом году. Вода вся пошла здесь. И все напрямую на угол, отсюда с этой улицы поток шел. И все полностью вымыло. Вот, получается, заливка у меня была на полметра. И вот видите, уже даже ниже заливки еще на полметра. Водоотвод необходим. Только вот стоит он миллионы. И пока рассчитывать на ливневую канализацию не приходится. В комбинате по благоустройству говорят, делают все, что в силах. Сейчас отсыпали улицу Связистов, Осипенко. Далее уходим на 8 марта, улица Минина. Ну, в общем, на этой неделе мы полностью работаем на Шишковке. Вот именно по этим улицам. И постараемся максимально закрыть все вот эти проблемы после дождя. Говоря о водоотводе, то городские власти обсуждают возможность прокладки ливневки от улицы Лысогорская, где конечка маршрута 57, до ливневой канализации на улице Щерса. При поддержке депутатов Горсовета и Народного хурала не исключено, что планы уже вскоре воплотятся. Боир Цедыпов, Андрей Дармаев. Новости дня. Новости дня.